Ребят, какую сумму вы возьмёте несгораемой? Вообще, это ни на что не полевает, пофиг, но можете выбрать какую-нибудь несгораемую сумму. Я как торгарен. Мы до конца идём, Дин. У нас последняя сумма будет несгораемая. Ну, давай 50, наверное. Марку до конца идём. Аня, ну 50, может быть. Ты не хочешь 3 миллиона выиграть? Нет, знаешь, Марку, он, типа, такой рисковый, а я больше про это... Цикло, цикло. Пуси с английского языка, пуси-пуси. Я послышала циклоп, думаю, что... Пуси-пуси-пуси. Смотри, Ань, ты хочешь 50, Марк хочет максимальную, это полтора миллиона не рублей. Что выберете? Ань, давай, ты реально хочешь 50 тысяч, это же вообще слабенько, с учётом того, что у нас есть 4 подсказки. И Марк не будет смотреть в чат? Нет, я не буду смотреть в чат, серьёзно. Давай не тебе, не мне, давай 100. А что значит, что все несгораемые суммы? Которую мы 100% получим, да? Да, то есть если мы это больше проиграем, то мы опустимся до этой суммы. То есть вы из неё сапки не получите, но в общем зачёте там займёте не последнее место. Хотя я вам честно скажу, ниже Ликса с Хантиком не опуститесь, это точно. На втором вопросе вышли, Леня? Нет, вообще на первом. Да. Ну да. Ну я им давала ещё потом переигровки, но в любом случае было и такое. Короче, смотри, Дина, тут сумма приравнивается к количеству сапов, правильно? Нет. Сапки вы получите, только если заберёте всё. Всё, 30 сапок на вишенку, если выиграете полностью. 3 миллиона сапов, а у нас столько подписчиков нет. 30 сапок, Марк. 300 сапок. Блин, давно слышно. Алло, алло, 30 сапок. Всё прекрасно слышно. 3000 сапок? Ань, 3000 сапок? Вот за 3-ка я бы поборолась. Давай-то несгораемую сумму. Сколько мы ставим? 200? Да кого 200? 100. Ладно, всё, 100. Так нормально. Марка можно переубедить. Это мы поняли из решения относительно несгораемой суммы. Джоанн, спасибо огромное. Всё, закрываю чат. Чат, всем пока. Да, модераторы, сделайте, пожалуйста, ставочку. Первая ставочка будет, ответят ли ребята на 5 вопросов. Ответят ли ребята на 5 вопросов. Да нет. Поводок напиши в чат, тебя ищет Джоанн, чтобы исполнить твоё желание. Блин, секунду, я захожу в чат, чтобы заувынить, что мы ответим. Давай, да, подожди. Вика, карта. Пусть это антиподсказочная. О, надо будет тебя позвать. Спасибо большое, Вик. Спасибо большое, Вик. Надо будет тебя позвать. На всякий случай для Марка. Что прости, Анечка? Да не надо я. Антиподсказочная паста, знаешь, в чат. Против Марка. Надо будет зарядить, это правда, да. Чат, готовьте антиподсказочные пасты. Крот, это сделал? Да? Вот, прогноз в чате. Ответили ребята на 5 вопросов. Да нет. О, в подавляющее большинство ставят на да. Блин, так забавно. Я думал, что у тебя... Да, после 15 этажей. Я думал, что у тебя сабмод включен, хотя это люди просто с сапками все сидят. Забавно. Прикинь, да. Там один час. Ты не думала этот сабатон сделать? Я думаю, что я не выдержу. Я смотрю на ребят, и мне больно даже наблюдать за этим. Я просто наблюдала за... В ЛГФ все это время. У меня аж это... Не знаю. Угу, угу. Ну, плюс у тебя еще спина, да, там... Угу. Да это и физически тяжело, и психологически все время в эфире. Прикинь, мне кажется, психологически вообще... Ну, это тяжело. Сколько там? Две недели или... Да, да. Это пипец. Что с Вилагостала он сдался? Нет. Он все сделал, и даже бонусные дни сделал потом. Да, ну да. Он все сделал. Сколько он по итогу сабов? Ну, он занял, по-моему, топ-19 мира. 1025, по-моему, сабов. Что-то такое было. В последние дни. Топ-1 по России, и топ... Ну, в топ-20 он точно вошел в расцветы всего мира. Ну, комьюнити здорово поддержала его, молодцы. Ну что, все, Марк, ты поставил, закрыл чатик? Да, 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 все закрыл. Отлично. Ты серьезно? Ребят, готовьте антиподсказочную пасту с первого же вопроса, желательно. Итак. Аня Виженко, Марк Ваковоли, сегодня герой, кто хочет стать миллионером. Незгораемые суммы, они поставили 100 тысяч, не рублей. Если выигрывают полный приз, то получают 30 сабочек. Подсказки, которыми вы располагаете, ребят. 50 на 50 убирает два неправильных ответа. Помощь чатика. У вас будет возможность, виво, Ля Марк, да, заглянуть в чат. Х2 — это вторая жизнь. Вы можете пикнуть ее, выбрать ответ. Если он неправильный, то у вас есть еще один шанс. Смена вопроса появится чуть позже в игре. Вы сможете заменить вопрос. И звонок другу. Подумайте, кому будете звонить. Звонить именно ртом нужно. Я видела, Аня, как ты сегодня писала инсайдеру, но нужно будет звонить ртом. Поехали. Ртом позвоню. У вас звука не должна быть? Он нам особо и не нужен. Что растет на дереве? Ань, можно я отвечу? Чтобы все не думали, что я тупой. Секундочку, секундочку, ребята. Я проверяю просто. Блин, а что со звуком? Звука нет, да, чат? Киночку, спусти, пожалуйста. Звука нет, ага. Кто пишет, есть, его же нет. Короче, ребята, я прошу прощения, но... Извините, я полагаю, что вы знали ответ на этот вопрос, но мне придется рестартануть, чтобы вернуть звук. Ничего страшного. Ну, я надеюсь, вы справитесь с другим первым вопросом. Окей. Да, сорян. Скоро вернемся. Там другие вопросы будут, да? Да, 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 да. Ну, это были яблоки, я думаю, вы поняли. Я думала капуста. Блин, ну фух, хорошо, хоть перезапустили. Мне кажется, Марк бы томата ответил. Томата. Марк, тебя, кстати, подавляет в Дискорде. Кто меня подавляет? Чем? Ну, у меня типа слова глотаются? Да, 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 ты проглатываешь. А, да я далеко, наверное, от микрофона был. Сейчас, конечно, пробую пофиксить. Вот так должно быть получше. Ну, сейчас, да, сейчас все хорошо. Джон-Джон, спасибо за еще один подарок для мистера Лехи еще с вторым уровнем. Сейчас я перезахожу. Ань, а поговори ты одновременно с нами? Говоришь, что ты говоришь, говоришь. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Да, все хорошо. Все хорошо. А что Марк делает? Да, там Трикс, походу, залетел к нему. Настраивается. Да, мы просто только приехали, мы этот Керхер покупали, и они с ума сходят, если что одни дома были. А вы уже испробовали Керхер? Нет, вот будем машину мыть, пробовать. Да. Ты играть хочешь? Я слышала, что он прям классный-классный. Да, да. Да, да, я тоже о нем всю жизнь мечтал. Вот он, человек, который мечтал о пылесосе. Я мечтаю, швабры за 45 тысяч, там такая швабра, которая сразу всасывает, и мокрая, типа, влажная оборка, очень клевая. Но стоит просто... Ну да, а не каких-то космических денег, потому что профессиональная техника. 44 тысячи. Да, 44 800, это вообще... Ё-моё. Так, я перезахватила. Джон Джон, спасибо за бицюль. Не можешь найти поводка... Поводок, напиши в чат. Поводок, ты наслышишь? В долларах. Нет, это реально очень крутая швабра, но, блин, 44 тысячи. Это очень много. Так, вы 100 выбирали, правильно? Да. А, недоступна подписка, блин. Ну что же. Марк, возвращайся, тут вопросич. Сорян, дверь закрывал. Давай к нам. Всё. Итак, внимание, первый вопрос. Но сначала вопросы будут попроще, потом посложнее. Что из перечисленного главное орудие труда пастуха? Грабли, мат, кнут, топор? Кнут. То, что топор вряд ли для пастуха, грабли тоже мат. Вообще, я не знаю. Ну, кнут, у них обычно кнут, если они себя плохо ведут, они их подгоняют по попке, типа, let's go, let's go. Кнутом прям так жёстко, да? Я доверю первый вопрос Санечке, потому что женщин надо пропускать вперёд. Крабли, Аня, давай. Ну, я думаю, что это кнут, потому что здесь он наиболее подходящий. Ну, не буду вас терзать. Разумеется, это кнут. Паршок не топором овец. И первый вопрос ребята берут. Как называется, второй вопрос. Как называется традиционный матросский танец? Бананчик, клубничка, апельсинчик, яблочко. А это, по-моему, яблочко. Да? А вы когда-нибудь танцевали бананчик или клубничку? Нет, мы танцевали... На бананчик я сажусь обычно вечером. Да? Нет, мы танцевали в этом Sea of Thief в игре, но я не знаю, как этот танец называется. Яблочко, не яблочко. Блин, почему... Ты уверен, если что яблочко добавили? Нет, я не уверен, я предположила. Эх, станцевать бы апельсинчик. Эх, станцевать бы яблочко. Эх, станцевать бы клубничку. Эх, станцевать бы бананчик. Короче, это все очень мемно звучит, на самом деле. Кстати, апельсинчик не звучит. Вот все остальное у яблочко, клубничка и яблочко. Если что, у вас есть подсказки. Ну, на втором вопросе, мне кажется, это стрёмно езжать подсказку. Ну, вообще, яблочко звучит. Да? Я ей говорю, я счастливаю, что яблочко звучит. Типа, знаешь, как Калинка-малинка там песню поют, да? Вот. Блин, танцевать бананчик, танцевать клубничку. Знаешь, я сейчас смутила. Дина, первые три... Что ты смеешься? Когда она первые три варианта ответа прочитала, бананчик, клубничка, апельсинчиком прям жестко поугарало. И, типа, более-менее адекватно она прочитала именно на яблочке. Марк, у меня нет смысла анализировать. Пусть яблочко будет. Ну, типа, танец яблочко. Я не верю, что танец клубничкой или апельсинчиком, либо бананчиком называется. Яблочко самое такое подходящее для мамы. Более такое мужицкий, мужицкий танец яблочко. Да. Ну что, вы выбираете яблочко, верно? Да, да. Да. Второй вопрос. Ребята не берут подсказки, пикают яблочко. И совершенно правильно, конечно же, яблочко. Блин, у меня кошка VR включила. Ой, сейчас играть будет? Фастма пойдет. Она в очки залезла, начала линзы лизать и у меня включился сам. Ага. Тебе нужно отойти или все ок? Не-не, все-все, все окей, сори. Третий вопрос. Ребята, ставки повышаются. В какой стране находится падающая Пизанская башня? Испания, Португалия, Италия, Греция. Как же это легко, мы сегодня заберем 30 сабо. Анечка, отвечай. Италия? А? Италия или что ты имеешь в виду? Испания или Италия? В смысле, ну Пизанская башня в Пизании находится. Что это за страна? Пизания? Это регион такой Пизания, да? А, город Пизания. Город, блядь. А, прости, я просто не слышала про Пизанию. Нет, мне кажется, это не Греция, 100%. Либо Испания, либо Италия, да? Ань, я думал, ты знаешь, ты же по всему миру путешествовала. Я не была ни в Испании, ни в Италии, ни в Португалии. Ты была в Греции, но в Греции не было этого. В смысле, у тебя же есть фотка, знаешь, если Пизанскую башню, типа, так делают, держат, а ты такая язык. Это Эйфелева башня, Марк. Сюда бананчик, спасибо, Джон, спасибо большое. Это вполне может быть Италия, кстати. Ань, у тебя есть фото, где ты лежишь в Шейфелеву башню? Ну, не лежу, а просто, типа, в ладошке. Это было, да, в то время, когда... А, ну это, смотри, это точно не Греция. Мы в говне. Третий вопрос, интересно. У вас еще все подсказки, так что вы далеко не в говне, не переживай. Давай, может, 50-50? Да, и сейчас будет Испания и Италия. Ань, давай, смотри, начнем с того, что где Пизанская башня находится, скажи мне этот. Я не знаю, у меня плохо все с этим. Ты рофлишь? Мне кажется, это из Парнии. Пожалуйста, ты знаешь, ну я, ладно, я тупой, но ты-то знаешь по-любому. Подумай, хорошо, я тебя поддержу. Ну, не знаю, ну Италия, наверное, нет? Марк, ну и только нельзя рисковать, давай 50-50, давай. Ты на приколе, третий вопрос, ань, не может быть такого, нет? Чат плюс Анити, кто был в Пизе? Я была в Пизе. Прямо в башне, да, ходила там гуляла. Да, давай, давай. Это я только вам говорю, ребята не слышат. Пизанская башня, я просто пытаюсь вспомнить, я, короче, фотки в Инстаграме видел, на фоне Пизанской башни у людей. Так. А вдруг сейчас будет... Там перед ней такой газончик, там такой маленький заборчик, и там еще флаги их где-то есть. Так. О-о-о-о. Так, и? И все, на этом все закончилось. Блин, ты так живо восстановил это воспоминание? Давай Италия пикнем, похуй. А мы проиграем, в смысле, похуй. Давай тогда 50 на 50. Нет, мы подсказку просерем, нельзя так делать. Вы можете взять помощь зала, зал точно знает. Да, на каждом шоу зал нам пишет неправильный вариант. Я не знаю, зачем они это делают, это только с нами пичут. Почему, не, почему, они нам сегодня у Хантика все правильно сказали, по поводу аниме там или чего. О-о-о, ё-моё, блин, ёлы-палы. Ну давай у чата спросим. Бля, пиздец, сейчас не хочу Португалию отправить, но... Посмотри, ладно, давай поугараем, давай 50 на 50. Пусть будет Испания и Италия останутся. Давай, 50 на 50. Да зачем, давай учат, если мы сомневаемся, и Португалия, Италия, Испания, давай учата спросим. Итак, Марк хочет 50 на 50, Аня хочет помощь зала. Ну я думаю, что помощь... Аня, это позор. Почему позор, ну мы не знаем. Это Пизанская башня, это чудо мира, или как нам правильно говорить? Чудо света? Одно из чудес света, чудо света, да. Нет, это не одно из чудес света. Там, по-моему, сады Семирамиды и так далее, это не чудо света. Все, тогда это не позор, вопросов ноль. Давай, давай чата, Марк. Давай чат. Давай чат. Итак, Аня с Марком решает взять подсказку помощь чата. Ребята, приготовьтесь, у вас сейчас будет 30 секунд, чтобы посмотреть в чат. Итак, ваши 30 секунд, пошли. Все, блядь, разные пишут, вы охуели? Спасибо, чат. Ань, выбирай сама, я не знаю, они все разные пишут, пиздец. Почему все разные пишут, реально? Италия, Испания, Португалия, Модеры Португалия пишут. Испания. Напишите правильно, пожалуйста. Пожалуйста, напишите правильно. Италия, 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 большинство за Италию. Россия вообще пищу. Ваше время закончилось. Закройте, пожалуйста, чатик. Не переживайте, мы внутренних зрителей тоже спросим, посмотрим, как считают внутренние зрители. А внутренние еще есть. Да, вот смотри, они в большинстве своем за Италию. Да, да, Италия, в чате тоже начали потом вспомнить Италию. Ну смотри, Ань, подожди, за А25%, внутренние зрители тоже не всегда правы, бывает, поэтому мы отвечаем. Это верно, Марк говорит верно, внутренние тоже не всегда правильно отвечают. Но мне кажется, это Италия. Мы Италия, Италия. Да. Итак, вы готовы отвечать? Ц, Италия. Италия, угу. Третий вопрос. Ребята считают, что Пизанская башня находится в Италии. И... Это абсолютно правильно, чат вам правильно подсказал. Ну блин... Город Пиза. Пиза, не Пизания, Пиза. А-а-а, слово пицца, типа Италия, ёпт-моё. А, как мы не додумались. Так ты первый раз спросил, типа, говори, я говорю, Италия, ты так уверена, и всё, я начала сумевать. И дальше Марк ушёл уже от этого ответа, да, да. А ты сразу правильно тыкнула. Ну, кстати, я была в Пизе прямо у башни, она реально под углом, реально падает, ребят. А у тебя в Пизе кто-то был? Да. Доволен, Марк? Ты доволен, Марк? Я не тебе. А кому ты? У меня курьер Татьяна с Яндекса приехала. Ммм, да-да-да. Марк, тогда это ещё хуже. Итак, продолжаем. 4,96 оценка. Так. Следующий вопрос. В каком жанре Тургенев написал произведение «Отцы и дети»? Это роман, рассказ, повесть или пьеса? Ну, это точно не пьеса и не роман, мне кажется. Это не рассказ. Это повесть, наверное, об отцах и детях. Скорее всего, да. Да-да-да-да-да, согласен полностью. Мы префом отвечаем, даже не думая. Да, это повесть. Вы уверены? Да. Ну, потому что он повествует. Ну, смотри, это точно не роман, это точно не пьеса. Ну, как я думаю, потому что пьеса... Смотри, пьеса, во-первых, ну, там, поют, что-то делают, рассказывают, какую-то историю есть, да, какой-то смысл в этом есть. Спасибо большое, Жон. Спасибо большое. Смотри, роман точно мы исключаем, потому что роман — это обычная любовная какая-то ситуация, правильно? Ты так считаешь, Марк? Ну, в моём понимании, роман — это какая-то любовная история в основном идёт, да. Вот. И тут есть вариант типа либо B, либо C, но я больше к повести склоняю, потому что он повествует. Может быть, это рассказ, это он рассказывает. А какие ещё отличительные черты есть у романа, рассказа, повести, пьесы? То есть как-то, может, они строятся, или какие-то, может, объёмы ещё тоже их отличают? Ну, не знаю, я ни разу не видела постановку пьесы «Отцы и дети». Вот, я не знаю, можно ли от этого отталкиваться, может быть, я не знаю, роман тоже как-то вот, ну, это либо рассказ, либо это поесть. Но повесть в этом, о-о-о-о, повесть о... Стой, Дина, к чему ты спросила так про роман типа меня? Ну, чтобы вы дальше думали насчёт каждого варианта. Что отличает, например, пьесу? Почему она сразу сказала, что это не пьеса? Потому что я не видела постановку пьесы на основе произведения «Отцы и дети». Нигде. Их обычно, ну... Не, пьеса это точно. Нет, варианты мы сразу выкидываем. Мне понравилось, что Дина за роман зацепилась так за меня, будто она мне хотела, наверное, путь поставить. Она любит так делать. Да? Мне кажется, это не роман. А зачем она так сделала? Я не знаю, Дина не такой человек, который будет сбивать, а наоборот хочет подсказать. Мне кажется, это просто это... Ребята, у вас ещё куча подсказок. Наверняка у вас есть литература Веды, к которой можно позвонить. О, целые вообще, все друзья у нас литература Веды. Чат, плюс они, кто литература Вед? Даша, кому не позвони, иди нахуй, долбоёб, зачем ты меня разбудил и сбросит буквы. В смысле, разбудил 4 часа. Это у нас 4 часа, а у вас ещё плюс 3 или плюс 2? Плюс час. Плюс один от Москвы. Блин. Ань, у меня столбняк. Сочетала, Марк. Не болезнь, не просто столбняк. Я испугалась, на ржавый наступил. Угу, рассказ или поезд, да? Вот советуют Ликсу позвоните. Блин, Марк, может, всё-таки 50 на 50 или звонок, нет? Ань, мы на четвёртом вопросе нельзя два раза подсказку брать. Ой, господи, это реально тяжело, друзья. Это очень тяжело. Ой, Хань, давай подумаем, смотри. Отцы и дети. Про что этот рассказ? Рассказ всё-таки, да? Ну, нет, это я так в общем говорю, о чём это? Ну, всё-таки рассказ. Он рассказывает об отцах и дедях. Ну, конфликт отцов и детей. Да. Нигилизм. Пыры-пыры. Дин, объясни, а что такое роман? Ты просто к мне в сит роман с головы не выходит. Почему ты так за этот роман зацепилась? Так я у вас спрашиваю, что такое роман? Что такое рассказ? Ань, что такое роман? Роман, это имя, это Рома, Рома Кривский. Я думаю, ты его знаешь. Ну, в романе... Что он вообще тут на вернете делает? Ну, наверное, в романе есть какая-то романтизация, какой-то любовный поворот, нет? А может, там есть реальная романтика отцов и детей, типа? Ну, всякое бывает. Оссуждаю. Не, не знаю. Ты не хочешь сельчить попробовать? Ну, смотри, Ань. Сколько у нас суммы сейчас будет, допустим, если мы отгадаем? Вы сейчас отвечаете на четвертый вопрос. Пиздец. Да вообще ничего, считай. А подсказки обнуляются в какой-то момент? Нет, ты мечтал, будут ли они заново? Нет, не будут. Прикольно. Ну что, ребят, пора принимать решение. Берете подсказку или выбираете ответ? Давай рассказ. Я считаю, что мне Дина намекнула. Давай, если мы проебем, это на ее совести будет. Давай, Роман, ответим. Ничего себе, вы придумали. На меня можете вообще не ориентироваться. Она прям, понимаешь? Мы уже хотели твердо отвечать, и тут сраный рассказ, и она такая... Нет, Марк, ты знаешь, что такое Роман? Ну, повесть, повесть, да. Нет, на вопрос. Ну, окей, ну, мне кажется, это рассказ. Давай, если ты уверен, отвечай. Пусть будет Роман. Вы точно не хотите взять подсказку, ребят? Это четвертый вопрос. Ты подсказываешь нам или нет? Я не понимаю. У нас еще три подсказки. Давай 50 на 50 попробуем. Какие три? Одна, звонок другу осталось. Ты что, у вас 50 на 50, вторая жизнь, звонок другу, и позже появится еще смена вопроса. Давай. Давай 50 на 50. Марк. После неизгораемой суммы. Все, давай 50 на 50, ладно. Господи, Аня, ну это реально позор. По итогу, если это окажется Роман, я вообще умру в тильте. Дин, давай 50 на 50. Итак, ребят решают применить 50 на 50. Смотрим, что останется. Туф. Роман или повесть? Просто пиздец. О, хантик в чате. Хантик, привет. Марк, такое про тебя говорил, Хантик? Ну что, Марк, роман тогда? Ну, Марк, роман получается. Ну, давай, потому что я сначала говорила повесть, и вот как раз ты начал думать про роман. Да потому что Дина меня подсказала, и мы не слушали ее, и могли бы подсказку сохранить. Это роман 100%. Я вам ничего не подсказываю, если что. Да, 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 да. Давай, ну давай. Если это роман, то это чистая подсказка была. И судья пойман в классификации баллов, и можно на сутка Вилону Диночку вызвать за то, что она подсказывает участникам шоу, а отчет свои баллы теряет. Итак, ваш вариант? Роман. Ребята выбирают роман. Эх, зря вы не послушались ваши первые мысли. Четыре вопроса взяли. Поздравляю. Ничего страшного. Поздравляю. Мои поздравления. Я вас недаром спрашивала по поводу того, что вы знаете об этих категориях, потому что здесь еще отличительной чертой является объем того или иного произведения. Рассказ обычно самый коротенький, и сюжет в нем попроще. Повесть, соответственно, посложнее, подлиннее. И роман, там, ух, множество персонажей, их взаимоотношения. Ну да, кстати, это логично. Это вообще ничего общего не имеет с романтическими взаимоотношениями. Да, это логично, я согласен. Можно, пожалуйста, смайл мод на время чат? Ну что, погнали дальше? Итак, следующий вопрос. Если отвечаете на пятый вопрос, то чат выигрывает ставочку. Так, алло. Ань, ты чувствуешь себя глупенько? А что, все красное? Ну, сложнее становится, не боись. Какое животное в 2017 году перестало быть вымирающим видом? Гавайский ворон, стерх, снежный барс или амурский тигр? А как думаете, перестало быть вымирающим видом? Это значит, вымерло? Или просто так размножилось, что уже хопа и не вымирающий вид? Вот у меня на счет ч и д вопроса. Амурский тигр и снежный барс. Да, 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 я тоже, я тоже очень... Оба были... Ань, можешь поразмышлять? Прям 30 секунд, мне курьеры подъехали. Уберите смайл мод, пожалуйста. Правда, звонит вон, может. Сейчас я... Я просто помню, я просто... Вот насчет гавайского ворона вообще первый раз в жизни слышу. Я даже не знаю, как он может выглядеть, этот гавайский ворон. Стерх я вообще не знаю, кто это, что это, это животное, птица, не понимаю. Вот про снежного барса я что-то слышала, то ли в Красной книге, то ли еще... И про амурского тигра тоже. Что из этих двух вариантов, ну, по крайней мере, как мне кажется, может быть, либо вымерло, либо размножилось. Возможно, амурского тигра... Я помню, что что-то кого-то, то ли все-таки, как это, ну, спаривали, либо... Боже, блин, это вообще фигит, я не помню. Там еще благотворительные вечера зачастую, да? Угу. Сборы всякие. Да. Да. Гавайский ворон, Стерх, Снежный барс или Амурский тигр? Ну, вообще, мне кажется, что это, наверное, Амурский тигр, но сейчас это Марк. Я забрал, я забрал. О, Аня, а вдруг Марк спрашивал подсказку курьера? Нет, смотри, меня для Керхера насадки привезли, которые они могут купить в магазине. Кондрат, Егор, спасибо огромное за подарок. На этот раз для Фураскина. Поздравляю, Фураскин. Мне кажется, это мечта любого автолюбителя иметь свой Керхер и мыть машину, типа, у себя во дворе, либо на территории дома. Это очень круто. Я говорю, Марк, что я слышала про Снежного барса и Амурский тигр. По-моему, кто-то из них перестал... Они оба в Красной книге вроде бы, нет? Да. Ну, вымирающие виды. Ну, получается, кого-то из этих в 2017 исключили. Да, по-моему, кого-то спаривали, ну, то есть... А, ну, кого бы ты спаривала, Снежных тигров или Амурских... Амурских... Ой, блин, Снежных барсов или Амурских тигров? Снежные тигры. Амурский и Амурский тигр. Спасибо огромное за подарок для Пипекски. Спасибо большое. Ну, мне кажется, Амурский тигр. То, что на языке вертится. Вот про гавайского ворона... Снежный барс. Ты знаешь, что такое стерх? Я вообще не представляю, как он может выглядеть. Не, это навряд ли. Это такое. Гавайский ворон, он тупо на чили, его там хавчик, у него там ананас, у него все круто. Это такое, знаешь, птицы на отдыхе на курорте постоянно. Это там не вымрет. Ну, мне кажется, Амурский тигр. Стерх это какой-то стервятник. Смотри, давай вот просто логички на этот вопрос. С этим я сейчас подсказку точно не хочу брать. Смотри, Амурский тигр. Это один из видов тигров, да? Там всяких семей, у них хуево-кукуево, их очень много. По сути, тигры и в Африке тигры. Амурский, ну, как бы, ну, пропадет, к сожалению. Ну, и пропадет, блядь. Останется лесной какой-нибудь там тигр, да? А барсы? Барсы, это такой индивидуальный вид классификации животных. То есть у них очень мало подразделений. То есть есть снежный барс, есть барс обычный. Еще там какие-то возможности на тиграх больше. Сейчас, секунду, у меня собака обосралась. Ого. Да, можешь сейчас наблюдать картину, как Аня будет это потом убирать. У нее фетиш на какашке. Марк! Аня, тебя слышат. Ты даже если не слышат. Реально говорю, смотри. Еще контент для чатика такой минутный. А где она? В другой комнате обосралась? Нет, вон, где. А видишь, она наклонилась. Она там, оп, ротик вытерла туалетной бумагой. Да, блин, Марк. Ни в чем не бывало. Так-так-так-так-так-так-так-так. Блин, у вас столько места. Да, там кухня еще будет стоять. Там все это делает. Места достаточно много на самом деле. Для меня это очень круто. Короче, ну, я хочу и снежный барс ответить почему-то. Потому что снежный барс, он звучит как-то более элитно. Потому что барс такое красивое животное на самом деле. Еще и снежный, блядь. А как кто из них выглядит? Как гавайский ворон, например, выглядит? Я говорю, у меня у гавайских ворон представление, знаешь, такое чисто. Такой вообще на чиле сидит какая-то ворона с таким длинным клювом, ебать такой в очках. С сигарой еще, да? Ну, я не могу представить. Да, чисто на Гавайях. Челик отдыхает с джиганом. Стерх? Мне кажется, стерх более на стервятника какой-то. Кентик такой похожий. То есть ты думаешь, что это снежный барс? Ну, я так думаю, я предполагаю, Аня, мы можем сейчас обосраться и все. Вот теперь у вас появилась смена вопроса, еще есть вторая жизнь и звонок другу. Ну, Аня, смотри, ты с моими размышлениями согласна, что тигры, типа, такое себе, а барсов надо спасать. Ну, вообще, спасать надо всех, но... Амурский тигр тоже может быть. Ну, давай я тебе доверюсь, ответим снежный барс. Let's go. Что, выбираете барса? Вы уверены? Да, но Марк думает, что снежный барс, а я думаю, что амурский тигр, поэтому... Ну, я доверюсь Марку, раз он так рассуждает. Так, а как вы думаете, почему кто-то из них вдруг перестал быть вымирающим видом? Ну, типа, снежный барс перестал существовать, мне кажется. Либо вымерли, да, либо их в заповедник забрали и расплатили очень быстро. Снежный барс перестал существовать, не знаю. Ты думаешь? Угу. Ну да, а сак, есть шмотки какие-то там Левитона со снежным барсом, чем какие-нибудь тибрилки? Нет, я не видел. Я не видел, значит, он перестал существовать. Ну давай, снежный барс, давай. Пускай будет снежный барс. Итак, ребята решают выбрать снежного барса, и я говорю F. В смысле F? Снежному барсу он перестал. F за всех остальных, потому что они все еще в умирающий вид. А снежный барс, он перешел из категории вымирающих в категорию уязвимых. То есть у них ситуация получше стала. А-а-а. Было одной ногой в могиле, теперь получше. И вы отвечаете, что такое? Игра вам что подыгрывает? Почему вас перебросило в верхнюю часть таблицы? Алло! У-ху! Что это? В смысле верхнюю? Мы сто тысяч не прошли, седьмой вопрос. Прошли, прошли, там уже мы на 200, мы прошли! Что за? Так, ну ставочку выигрывают те, кто ставил на то, что ребята ответят. Ах так! Ну все, теперь будет жестче. Раз уж вам подыграла игра. Угу. Посмотрим, что будет ждать дальше. Ладно, ладно, ладно. Черт побери. А там сколько на вопрос перескочили? На два или на три вопроса, получается. Вы сейчас будете на девятый отвечать. Ага. Понятно. Да, уже второй раз такое. Итак. У вас три подсказки, и вы уже не так далеки, кстати, от финиша. Следующий вопрос. Из какой страны родом основатель автогоночной команды «Макларен» Брюс Макларен? Великобритания, Австралия, Новая Зеландия или Канада? Модератор, сделайте, пожалуйста, ставочку, заберут ли ребята... Есть предположения, Аня? Все. Я почему-то только открылся вопрос, мне сразу, не знаю, почему ты первая хочу ответить. Вот знаешь, бывает такая чуйка. У меня, короче, просто по поводу вот этой автогонок и всего, у меня папа все это должен, в принципе, знать. У меня тоже, у меня тоже, там вообще фанаты Формулы-1, он меня псенно смотрит, хочет съездить в Сочи. О, ты подаришь ему поездку в Сочи? Они так приехали оттуда. Да, они так приехали. А, прикольно. Да, но они не попали на Формулу-1, она в сентябре вроде бы будет. Я хочу ему, у него юбилей 50 лет в сентябре, я хотел очень подарить поездку в Италию, у него в Италию тоже мечтал съездить. Ну, блядь, там такие сейчас заебы, то есть границы закрыты, очень тяжело попасть. Ну да. Не знаю, можно позвонить, я могу бате позвонить, спросить. Не надо, зачем, давай просто первоответьте, мы все. Я не уверена. Я, ты не хочешь рисковать? Я говорю, ты пусть, я у Марк и Син говорил, и тут говорю, ты пусть. Опач, спасибо огромное. Аня Макларон, вообще, ты знаешь, ну, машину Макларон. Машину, да, да, это что? Спасибо огромное. Это очень дорогая машина. Чат после игры, разыграю вам сап от Опача, спасибо огромное. Логически, я размышляю, Австралия, мне кажется, это не особо богатая страна, чтобы, допустим, такие машины, да, делать элементарно. Австралия не особо богатая страна? Я могу что-то полагать, да? Можно я загуглю просто Австралия, погоди? О, так, Марк. Что, что он делает? Австралия, там, где кенгуру. А-а-а, нихуя себе у них сити. Новая Зеландия и Канада. Я не уверена, что это прям Великобритания, сто процентов. А вы были в какой-то из этих стран? Нет, не были, не в Канаде. К сожалению. Канада, не знаю, у меня Великобритания, Англия, как-то ассоциируется Макларен и Брюс Макларен. Знаешь, имя такое чисто английское, мне кажется, нет? Хотя, может, это вообще какой-то он американец, просто он в Великобритании живет. Брюс, это какое имя? Да, фиг его знают. Брюс, Брюс. Брюс Всемогущий, это в Англии снимали? Давай я Папе позвоню попробую. Да не надо, пожалуйста, мы... Смотри, если мы еще ответим без подсказки, у нас есть жизнь в любом случае. Нет, если мы ее не используем, она не будет действовать. Это так, Аня правильно говорит. Тебе нужно применить эту подсказку, чтобы иметь возможность потерять жизнь. Просто тут есть вариант, что он может знать, а может быть и не знать. Чат, не обижайтесь, пожалуйста, участников, спасибо. Не знаю, Анечка, я очень хочу Великобританию. У меня, знаешь, есть какие-то чертоги разума, возможно, которые мне подсказывают, что эта инфа у меня где-то в голове. То есть без подсказок, без всего ты хочешь ответить? Власов Тим, а ты, наверное, все у нас знаешь, да, Власов Тим? Вот сам бы там сидел и посмотрел бы, на что бы ты там ответил. Ну, вопросы сложнее становятся. У вас еще целых три подсказки. Так я вот и хочу попробовать одну завязать, позвонить и хотя бы попробовать. Короче, пусси, мужик сказал, что это Великобритания, отвечай. Так. Итак, вы готовы отвечать? Ты без подсказок, без всего отвечаешь Великобританию? Да. У вас еще, напомню, три подсказки. Если вопрос не нравится, вообще можно его сменить. Дина нам опять, походу, подсказывает. Давай я позвоню, узнаю, нет? Ты уверен, что твой папа знает? Ну, какая разница, боже, ну, нет, нет, хотя бы... А ты уверен, что он сейчас ответит вообще? Они же не в доме, телефоны в доме, Ань. Нет, он ответит. Манюля, спасибо за битсули. Марк хочет выбрать Великобританию. Смотри, я следующий, опять оказывается, Великобритания, ее папа говорит. Все, следующий вопрос я отвечаю сам. Окей. Что, пробуем? Да. А вы сможете папу на главную, на громкую? На главную отвечаю и всегда без проблем. Не-не, он это, он может всякие повышения слова говорить. Он может запретить, да? Да, да. Нет, Аня, он не скажет запретку, тебя ну не придумывает, давай. Ну, может, может. Марк, ты что, хочешь саботировать? Да, сейчас скажешь. Пап, и с какой стороны Брюс Макларен этот... Ну... Он его так не скажет, Аня, ну включи. Ты можешь, я, я, я не знаю. Давай, своему позойму, мой запретку не скажет. Звони, давай. Звоню? Попробую. А если, а если у меня не возьмут они трубки, можно Марку своему позвонить? Да, да, если я возьму трубку, то без проблем, да. Ой, вот эти некоторые выпендрожники в чате, которые знают ответы на все вопросы, такие, вот, как можно на это не ответить, ребята, я бы на вас посмотрел, если бы вы сами там сидели сейчас, волновались бы. Согласен. Я, кстати, я делала уже один выпуск, когда звала людей из чата, и ребята на одном из первых из пяти отлетали. У меня вопрос в игре, кто хочет стать миллионером, к папе, ты можешь у него спросить, он недалеко там от тебя? Из какой страны родом основатель автогоночной команды Макларен Борюс Макларен? И варианты ответа. Нет, пусть он сначала свой вариант скажет, а потом, блядь, ты уже им продиктуешь. Придевь трубочку. Сейчас он скажет, Испания, доча, блядь, Испания. Ань, ну как, он кидает запретки? Да, еще он не успел трубку дать, уже охуяй. Вопрос тебе, кто хочет стать миллионером. Из какой страны родом основатель автогоночной команды Макларен Брюс Макларен? Великобритания, Австралия, Новая Зеландия или Канада? Знаешь? Сто процентов, да? Сука, Великобритания, да? Все, поняла. Ладно, спасибо, давай. Все, давай, пока. За дыньки поблагодари. Ну, папа сказал, что это Великобритания. БЛЯНЬ! Все, я отказываюсь принимать участие в этой авантиметии. Я дверь закрыл. Аня, а запретку кинул? Нет, нет, нет. Он там в огороде что-то делает, такой, алё, чё такое? Ну, сказал, что Великобритания, говорит, вряд ли это там, типа, Новая Зеландия или ещё что-то. Ну, это Великобритания. Итак, что, вы готовы отвечать? Да. Вариант А, Великобритания. Ребята выбирают вариант А, Великобритания. Я принимаю ваш ответ. Это неправильно? К сожалению, это неправильный ответ. Он родом из Новой Зеландии. Офигеть. Мяу. Вот так. Можно камбэк сделать, чуть-чуть отмотать? Надо было вторую жизнь, Юсанин. И Марк хотел Великобританию, и Анин папа сказал, берём Великобританию. Я расстроен даже чуть-чуть. А как это возможно? Стоп. Как его зовут? Брюс Макларен. Сейчас я напишу ему. Сейчас я напишу ему. Откуда? Валю, ты откуда? Чисто претензия. Окланд, Новая Зеландия. Пиздец. Место смерти трассы Гудвуд. Дин, вообще-то об усопших нельзя говорить на шоу. Поэтому я предлагаю вернуть нам наши очки и продолжить с этого вопроса. Блин, Марк, а что же ты раньше не сказал, когда мы роман Тургенева обсуждали? Тургенев-то тоже почил давно уже. А Тургенев, он в сердцах всех остаётся. А Макларен, да? Да что Макларен, пока автолюбители про него знают. Видишь, мы не знали, мы не автолюбители. А Тургенев, блядь, это да. Вечный от сердца. Сколько мы выиграли? Сто сапок? Да. Это просто ваше несгораемое, она для общего зачёта. Ну, если хотите, можем очень быстро пробежаться просто в забег, который не пойдёт в зачёт. Просто ради интереса. Да, да, да. Но, Марк, всё так же без чата? Экина, спасибо огромное за два месяца. Дина, мы плохо сыграли, честно скажи. Мы ужасно сыграли. Нет, нет. Марк, опять же, если ты начинаешь думать, что ты сыграл плохо, то вспомни, что я тебе говорила про Алекса с Хантиком. Нормально сыграли, правда. Ну, про Пизу не знали, ну, нормально. А так в целом, чё? Теперь знаю, мне это круто. Зато мы теперь знаем такие вещи, что Макларен с Новой Зеландии и Пизанская башня в городе Пиза, это Италия. И что отцы и дети — это роман. Я теперь знаю, что роман — это большое произведение. Как называют древний приём пищи? Первый приём доктора? Дневной приём пищи. Древний приём пищи. А, подожди, первый дневной приём пищи? Да, первый дневной приём пищи. Чатик, эта игра не идущая в зачёт, это просто такой лайтовый забег. У нас было в лагере завтрак, полдник, обед, полдень. Первый дневной, это полдник, а потом обед был, а потом ужин шёл. В смысле, ты роплишь, блядь? Не слушаю, Дина, просто поставь в С. Какой нахуй полдник, полдник, это вечер, типа полдня прошло, и ты вечером хаваешь там булочку с маслом. Завтрак, Ань. Первый дневной... А, дневной, ёбаный себе. Подождите, я думал... Да, это первое, я просто помню. Ой. Звонок, батя, Ань, давай, звонок, батя. Первый дневной приём пищи, но... Полдень, типа полдень, наступает 12 часов дня, и этот день, типа полдник. Нет? Ладно, да, пусть будет полденький, если согласен. Стоп, полдник, после обеда же, Анечка. Всё, полдник, я заткнулся. Б, Дин, Б, отвечаем, и выиграем тридцам. Ребята, вы уверены? Стоп, смотри, завтра, потом идёт обед, а полдник, это типа полдник. Всё, полдник, полдник, это полдня, всё, Дин, полдник, полдник, да, правильно, а после полдника ужин. Всё, полдник. Итак, на первый вопрос ребята отвечают полдник. Я принимаю этот ответ. Всё верно, это не смейся, Ань, это правильно. Это, конечно, завтрак, ничего! Ой, я не хочу жить, нахуй. Давай ещё раз, давай ещё раз. Последний, последний раз, и мы уходим. Вот, отвечаю, всё, и мы не задерживаем тебя больше. Кто это? Да не обращайте внимания, сейчас пройдёт. Отвернитесь, посмотрите туда. Чат, вы видели, что тут? Ох, май! Вам не видно, чат, что сейчас происходит на экране? Тут такое... Тут просто блондинка и афроамериканец в одной комнате находятся. О-о-о-о! Действительно сложно. Матчмастер называется игра. Блин, ребят, ну как так с завтраком-то? Как так вышло? Знаешь, я знал, что там есть подвох. Первая половина дня начинается с шести до двенадцати, правильно, утро? Алло, или с пяти? Первая половина дня у нас. Ну, по идее, с шести до двенадцати. Но полдник — это то, что в полдень. Да, всё, да, завтра, первая половина дня. Полдник же он перед обедом, правильно? Да-да-да, полдник перед обедом. Там был подвох небольшой. Всё, пробежим ещё разок? Да-да-да. А что у вас там скребётся? Это собака, вылизывает миски все, три. А, окей. Попрошайник это, он просит еду. Пишут полдник после обеда, секундочку. Полдник. Я думала в двенадцать. Ой-ой-ой, Дина, Дина. Да, реально, лёгкая еда после... Между обедом и ужином. Ого! А я думала, это то, что в полдень. Я тоже, я тоже думала, типа, перед обедом, между завтраком и обедом. Понятно. Вот, видите, тоже полезная инфа. Кто уже съел свой полдник, ребят? Какой пароль использовали контрабандисты в фильме «Бриллиантовая рука»? Сим-Сим, откройся. Аста-ла-виста, бэйби. Ава-да-кедавра. Или чёрт-побери. Ну, точно не Си, точно не А. Тут, скорее всего, не чёрт-побери. Нет, Аста-ла-виста, бэйби. Хас-ла-виста. Это вообще же из фильма «Аста-ла-виста, бэйби». А, тебе это Терминатор, ёп, да. Какой пароль свой контрабандисты в фильм «Бриллиантовая рука»? Чёрт-побери. Чёрт-побери. А вода-кедавра, это Гарри Поттер же? Да, Сим-Сим, откройся. Или вы Сим-Сим, откройся, или вы чёрт-побери. А чё такие сложные вопросы первые? Ты нам игру с конца включила? Ну, чёрт-побери, если честно, вы смотрели «Бриллиантовую руку» когда-нибудь, потому что он перед Новым годом, отрывок? Я смотрела. Я не смотрела. Чёрт-побери, наверное. Или Сим-Сим, откройся. Хребт-побери. Аня, это русский фильм. Да. Да ты что, Марк, «Бриллиантовая рука»? Я не смотрел, ну, извините. Стоп, если это русский фильм, так почему ты Бенни вычёркиваешь, Си не вычёркиваешь, АВАДА КИДАВРА этого первых с Гарри Поттера, и в Сим-Сима-Кроссе его, чёрт-побери. Я сказала «Айлиц» или «Дэ». Давай, это, 50 на 50. Да не-не-не-не. Ну, давай, чёрт-побери, Марк, давай. Давай. Вы уверены? Ну, это по-любому «А». Сим-Сима-Кросси, ладно, давай «А». Я не знаю. Я не помню. Короче, всё, Аня в Кураже, в Комп-1. Давай, я отвечу просто «А» и всё. Вы уверены? Да, мы уверены максимально. Не хотите подсказки брать? Нет, не хотим. Я хочу. В этом шоу мы умные. Итак, ваш ответ? Аня, отвечай, всё. Я тебе сказала, я хочу подсказку взять. Ты ровешь, ну, на первом вопросе. Но ответ, ты же смотрела фильм, Аня, я понимаю, я его не смотрел. Я не помню, поэтому я хочу подсказку взять, я не помню. Либо Сим-Сим откройся, либо «Чёрт побери». Но там ты, мне кажется, «Чёрт побери». Сим-Сим откройся, это вроде вообще и сказки какой-то. Да. Чёрт побери, пусть будет «Д», «Д». Итак, ваш ответ? «Д», 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 «Д». Вы уверены? Сим откройся, да, это и сказки же. Так, ребята выбирают на первый вопрос. Ответ «Д», «Чёрт побери». Это, конечно же, правильный ответ. Сим-Сим откройся. Насколько я помню, это Алибаба и 40 разбойников. Насколько я помню. Чат. Оттуда? Или Синбад мореход, что-то такое. Ну, сказочное. Так, следующий вопрос. Какого цвета солнца на флаге Японии? Вспоминаем флаг Японии. Синего, красного, чёрного, зелёного. «Б», 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 «Б». «Б». Это «Б». Я не знаю, Марк так уверенно говорит. Мне кажется, либо чёрного, либо красного. А как выглядит флаг Японии? Белый флаг и посередине красный кружок. Это «Б». Аня? Ну, окей, «Б». Вы уверены? Да, да, да. Ребята считают, что солнце на флаге Японии красного цвета. И это абсолютно правильный ответ. Хорош. Сюда два вопроса. Следующий. Какое из перечисленных государств не унитарное? Азербайджан, Россия, Беларусь, Украина. Что такое унитарное? Я дико извиняюсь. Знаешь, Марк? Ну, я, по идее, должен это знать, я же юрист. А, ты юрист? Я знаю, что есть. Да. А ты закончил? У меня с диплом есть. Да, у меня есть диплом. Который я получил этим летом, в начале летом. Что значит не унитарное, Марк? Ну, ща погоди, телефон звоню. Дин, объясни, пожалуйста. Марк, по-моему, тебе не звонил телефон. Ща зазвонит, погоди. Мне кажется, Алице или Беларусь, или Эдир Бейджан. Краждай 50 на 50 возьмем. Скилл, спасибо огромное за потратили антипатии. Привет, ребята. Вы берете 50 на 50? Да. Да, да, да. Итак, 50 на 50. Ща Россия и Беларусь. Россия или Украина. А что значит не унитарное? Ну, так и Марк, что юрист, он должен вспомнить. Вернее, не должен, но может. Ну, типа, это что-то связано не с политикой внутри, а с внутренними какими-то приколами страны. Типа, там, какая-то территория, с территориями, это с территориями что-то связано, я с не ошибаюсь. Ну, Россия, наверное. Я не могу это объяснить. Короче, я не помню, но я знаю поверхность, что это связано с территориями, типа, самой страны. Ну, наверное, Россия. Бля, ну, Дин, давай мы Россией отвечаем, я просто загуглю, что такое унитарное. Да, Россия, давай. Мне интересно. А вдруг это полностью изменит твой ответ? Пишут, он так на экзамене отвечал, кстати. Марк, что значит не унитарное? Смотри, унитарное, это когда в замене свои правила, свои законы, и везде единая конституция действует. Ну, на территории России это не унитарное государство, значит, да? А, это унитарное, а не унитарное, значит, не действует на всей территории, правильно? Чатик, кто из вас загуглил и теперь выпендривается? Плюс анните, пожалуйста. Я читаю википедию. Ты читаешь унитарное, правильно, что значит? Да, 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 я говорю, унитарное, это когда везде действуют свои правила, свои законы, конституция. Значит, ну, на территории России везде же действуют, значит, на территории Украины, оно не унитарное, правильно? Ну, в России же везде единый закон, конституция. Короче, мы уже B ответили, пусть будет B, я просто прочитал, это будет несправедливо. Я принимаю ваш ответ. Да, ответить B, потому что я уже прочитал и переобладываться смыслом. Это Украина, да? Это абсолютно правильный ответ. В России? Да. Да. Все так. Следующий вопрос. Я сначала ответил, а потом я пошел читать. Следующий вопрос. Из какого фрукта изготавливают сироп гренадин? Груша, яблоко, грейпфрут, гранат? Гренадин мне так горлодер напоминает. Блин, я обожаю гренадин, он такой вкусный. Мне кажется, это гранат. Нет? Дин, а чем ты гренадин любишь? Короче, классный коктейль, шот, советую. Немножечко водки наливаете, сверху фанты почти до края, и потом несколько капелек гренадина. А ты шаловливая девочка. Окей. Окей. Корочки с фрайтикой и гренадинчика. И поехали мафию проводить, бля. Ханчику очень понравился мой коктейль. До сих пор хвалится, вспоминает. Гренадин. Гренадин. Ань, смотри, я ее забайтил чуть-чуть. Теперь подбери какой-то из этих фруктов, ягод, которые можно добавить водку, спрайт. Любой. И яблоко, и гранаты, и грешу. Грюша нет, груша не подходит, ядесера. Груша не подходит, яблоко тоже не подходит. Почему? Ну, блядь, ты представляешься, водку... Ну, мне кажется, гренадин, мне кажется, это либо грейпфрут, либо гранат, ну... Бармены есть в чате? Мне кажется, это грейпфрут или гранат. Пусть будет гранат, потому что... Ань, ты водку не пьешь же особо? Я водки уже выпил, блядь, больше, чем во мне крови. Короче, груша точно с водкой не пойдет, яблоко только на закуску, сироп, какой-то ликер туда добавить, ни в коем случае это вообще отвратительно будет. Мало того, что водка сама горькая, это еще и кислое будет, это фул дерьмо будет. Грейпфрут тоже очень горький, пусть гранат, потому что гранат даст какую-то мягкость и насыщенность и приятного сладкого вкуса для этого шота. Потому что шоты, как правило, они должны быть сладкие, пусть это будет гранат. Итак, вы выбираете гранат? Да. Да, да, да. Блин, ребят, ну если добавить гранат в коктейль, коктейль разве не взорвется? Давай, давай, не взорвай. Итак, я принимаю ваш ответ. Дай гранат. Это нормально было. Это абсолютно правильный ответ, да. Шот, кстати, очень вкусный, прям бомба реально. Да. И ты, знаешь, пьешь и вообще не чувствуешь алкоголя. Смотри, водка, сколько ты сказал пропорций, скажи, может попробуй. Ну, берешь вот эту шотовую стопочку, берешь, наливаешь сначала чуть-чуть водки, чуть-чуть прям на донышку водки, потом фанты почти до края, и сверху аккуратненько гренадин, так, по стеночке. И он и выглядит классно, красиво, как эдакий закат. И по вкусу очень вкусно. Сейчас, водка, спрайт, гренадин. Водка, фанта, гренадин. Блин, Марк, ты уже забыл, я только что же рассказывал. А, фанта, фанта, фанта. Ой, ну выглядит клево, да. И вот это вот гренадин на дно опускается, правильно понимаю? Ну да, он тяжелее, по-моему. Вейпер накурил, и выше просто вода обычно. Ладно, давай дальше, следующий вопрос. Следующий вопрос. Что создал космонавт Алексей Леонов в содружестве с Андреем Соколовым? Рецепт щей, планетарий, ряд почтовых марок или гимн космонавтов? Марк Гений Шуток пишет. Да. Спасибо. Что знал космонавт Алексей Леонов? Содружестве с Андреем Соколовым. Мне кажется, либо Б, либо Д, нет? Ебать, ща бы в паре щи создавать. Ну, кстати, неплохо. Я люблю щи. Андрей Соколов какой-нибудь музыкант. Как его там. Ну, слушай, в паре, мне кажется, марочки только можно было вдвоем создать, чтобы люди отдыхали так хорошо. Не, мне кажется, либо планетарий, либо космонавтарий. Письма друг другу отправляли, ты имеешь в виду? Да, да, отправил письмо и лежишь, отдыхаешь, кайфуешь, когда твое письмо дойдет до человека. Это кайф. Давай у чата спросим, Марк. Мы же по фану уже играем. Да, давайте подсказку чата. Чат. Можно... Мне кажется, это гимн, но посмотрим, что чат ответит. Готовы у чата спрашивать? Да. Можно заходить уже? Итак, у вас 30 секунд. Готовьтесь отвечать. Ну, готовьтесь, в смысле, смотреть в чат. Ваши 30 секунд. Я зашел. Начинаются чат. Чат, а вы подсказывайте. Итак, что же думает чатик? Ой, сидит, блядь, САП пишет, гоу, неправильно напишем. Браво! Так. Ну, большинство от САП пишет, С, С, С. Марки. Марки, 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 да. Марки, короче, в чате у нас в основном питерские ребята сидят, как я понял, все по марочкам. Давай там марки ответим. Угу. Давайте спросим еще внутренний чатик. Угу. И внутренний тоже за С, за марки. Марки или иномарки? Угу. Ну что, отвечаете С, ряд почтовых марок? Да. Принимаю. Скорее бы принять, чтобы Марк перестал шутить про марки. Марк шутит про марки. Марки почтовые. Блин, по поводу марок, кстати, Дин, я не знаю, ты шаришь вообще в этой теме или нет? У меня отец все детство был вообще сумасшедший коллекционер марок. Я не знаю, как это правильно называется. У меня, короче, дома, он мне показывал, у него есть две огромные книги, в каждой книжке страниц по 200, и на каждой странице огромное количество маленьких марок. Он мне показывал, он говорит, типа, сын у тебя вот останется, потом их продаж, они пиздецкие дорогие будут, они все в идеальном состоянии, там ламинированные, то есть прям вообще очень жестко. Да, там вообще сумасшедшая коллекция, он прям огромный фанат этого этого. И он в детстве прям собирал их. А сейчас он продолжает коллекционировать? Нет, он закончил уже, марки не актуальны сейчас, особо их не возьмешь, если только где-то выкупать за огромные суммы. Марк, прости, пожалуйста, а тебя не поэтому назвали Марком? Да, Дин, хорошая шутка, я уже не первый раз это слышу, когда эту историю рассказываю кому-то, блядь. Хорошо, хорошо. Кстати, я спрошу, где-то киваться. Добавил Марка в коллекцию. Ладно. Извините, следующий вопрос. Там она большая Марка в коллекции. И самое дорогое сердцу. Кто не изображен на торжественном гербе Красноярска? Единорог, конь, тигр, лев. Кто не изображен? Единорог. Мне кажется, конь, потому что когда на коня или на лошадь смотришь, у них огромный член вываливается, это мерзкое зрелище. Вы не видели такого? Но у нас в Петербурге много статуй с конями. У них яйца есть, но члена, кажется, не видно. Я просто однажды увидел член лошади в деревне Камаленький был. У меня, возможно, какая-то травма после этого появилась. Это прям было не очень. У него размером с мою руку член вывалился. Да, я видела в фильмах. Да, это жастко. Да, в каких-то фильмах я видела. Ну, в смысле, фильмы про животных, что дикой природы, вот это все. О чем ты подумал? Да-да. Понятно, Дина порнуха с конями смотрит. Не понимаю, о чем вы. Нет, я, кстати, смотрела это жестко. Это так себе. Ань, возвращаемся к гербу. Да, почему ты думаешь, что единорог может быть не изображен? Потому что это вынужденный персонаж. Нет, просто у меня, короче, тоже папа часто ездил раньше в Красноярск и привозил всякую хрень оттуда. Я помню, что там был точно конь, лев и, по-моему, тигр. А может, и нет. Единорога я не помню. А вы были в Красноярске когда-нибудь? Я не был. Я, по-моему, в детстве была мелкая. Может, что-то помню такое. Единорог на гербе. Торжественно. Знаешь, это торжественно. Да, я не понимаю. Ну, знаешь, это вымышленный персонаж. И на самом деле на многих гербах я видел, да, есть тигры какие-то. Или тигры, наверное, правильно? С этими, с крыльями на спине. То есть, как бы, это тоже вымышленный персонаж. Типа, клевокрыл из Гарри Поттера, блядь. На многих гербах я видел такую историю. Блин, мне теперь захотелось найти герб, где тигр с крыльями. Могу. Могу еще найти тебя. Не, не надо сейчас искать. Не надо мне сейчас искать. Шутки шутками. А, кстати, у меня в чате много кто из Красноярска. Красноярск. Ку. Всем привет. Плюс четыре часа там, да? Да, там пиздец по времени. У вас есть звонок другу? Может, у вас есть кто-то знакомый из Красноярска? Да. А, кому можно из Красноярска сейчас набрать, чисто узнать? У меня из Красноярска никого нету. Можешь, просто гуглим, пишем номер красноярской проститутки. И позвоним ей. Я не знаю, Ань. Давай ответим уже что-то. Кто не изображен? Давай, ты была в Красноярске, ты сказала какую-то свою теорию. Давай сделаем... Давай сейчас смену вопроса сделаем. Давай. Опа. Что, меняйте вопрос? Туда этот Красноярск? Да, мы забыли. Туда этот Красноярск. Я сейчас нажму смену вопроса, а перед этим скажите, что бы вы выбрали? Я бы выбрал единорог тоже. И... Вы приняли правильное решение, что сменили вопрос. Потому что там нет тигра. Там слева единорог, справа конь, посередине лев. С лопатой. Можно я посмотрю сейчас просто? Да, 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 да. Торжественный. Ань, новый вопрос в гугле. Кем? Давай, ты знаешь. Офигеть, реально. Да, прикинь такой. И лев с лопатой идет копать. Ага, офигеть. Кем, вернувшись в Санкт-Петербург, работал изобретатель ранцевого парашюта Глеб Котельников? Актером, портным, акробатом или врачом? Ух. Ну что, довольны, что сменили вопрос, ребят? Парашюта. Ранцевого парашюта. Смотри, он его шил, либо он работал портным, либо он работал акробатом. Мне кажется, он был партным. Заебись, блядь. Не знаю. Смотри, он работал портным. Почему? Потому что он забрел ранцевый парашют, и он вернулся в Санкт-Петербург и начал их много изготавливать. А чтобы их изготавливать, их нужно шить. И он работал портным. Понятно, Ань, тебе надо на что, где, когда. Все, мы отвечаем портным. Вы уверены? Женщина приняла решение. Давай заезжаем вторую жизнь, Марк, чтобы еще поиграть дальше, на всякий случай. Гоу. Давай. Ань, какая ты смешная, конечно. Ну давай портным, ладно, пофиг. Просто хочется еще поотвечать, а сейчас мы, если оплошаемся, то уже не будем. Ладно, давай, давай, две подсказки подряд берем на одном вопрос. Все великолепно. Ань, идея. Мы могли бы сразу по тому же этим подержать. Просто логика. Давай не будем брать, давай портным ответим просто. Да похуй, если не возьмем, все равно проиграем. Поэтому надо брать, Анна. Уже поздно. Почему? Ну я не знаю, мне кажется, не портным. Ваше решение. Чур легко. Портным, я думаю. Не берете подсказку, да? Аня берет портного. Не, не берем. Портным. Выбираем портного. Я принимаю ваш ответ. И, к сожалению, это неправильный ответ, ребята. Офигеть. Он работал актером. Блин, ну реально, портной – это, конечно, жесткий байт. Потому что думаешь о том, что он изобрел этот парашют, значит, он может шить. Почему бы ему не работать в этой области? Я надеюсь, мы не играли. Ну это хардовый вопрос, я считаю, был. Я считаю. Ну непростой, да. Был непростой вопрос. Ну вы сражались как тигры и единороги. Единороги. Хорошо сыграли. Ну был один забег. Дин, люблю срать. Это как? О, это САП пишет Дины. Дэнчик. Дэнчик пишет. Хорош, Дэнчик. Какой стримпер, такие зрители. А что ты врешь-то? Он даже не САП. Да ладно, сейчас будет чем-то.